Китайская сторона советует Таджикистану строить и не беспокоиться о деньгах. Во властных структурах считают, что средства эти нужно использовать, пока дают, советуя при этом журналистам не задавать неуместные вопросы. Министерство иностранных дел Таджикистана направило в Китай официальную ноту после публикации спорных статей о территориальных и исторических претензиях. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, чем закончилась эта история с территориями Таджикистана, которые якобы принадлежат Китаю. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Министр иностранных дел Сираджидин Мухредин в ходе отчетной пресс-конференции прокомментировал статьи китайских СМИ, которые рассматривают часть территории Таджикистана как историческое достояние Китая. Он сказал, что в этом направлении проделана необходимая работа, и Министерство иностранных дел направило в Китай ноту протеста. Сираджидин Мухредин добавил, что таджикские дипломаты встречались со своими китайскими коллегами, а также с руководством СМИ, опубликовавшими статью. В результате статья со спорными выводами была удалена из сайта. По сообщению главы МИД, китайские власти после недовольства таджикской стороны заявили, что подобные материалы были опубликованы в негосударственных СМИ и никоим образом не отображают официальную позицию Пекина. Как вы относитесь к такой ситуации? Ведь если такие разговоры уже, в принципе, идут среди населения, то откуда-то они же взялись, значит, в принципе, такое возможно, что они так считают. А вы как думаете? Напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас очень хорошее сотрудничество с китайскими властями, и они немедленно реагируют на запросы таджикской стороны, отметил Сираджидин Мухредин. Но любого здравомыслящего человека эта благосклонность Китая должна настораживать. Дело в том, что Китай за последние 10 лет превратился в главного финансового донора Таджикистана. Министр иностранных дел Таджикистана акцентировал внимание на том, что в Китае работает множество активных негосударственных СМИ, часть которых публикуют непроверенную информацию, а также статьи, не отражающие официальную позицию Китая. Напомним, напряжение возникло из-за статьи, и Таджикистан инициировал передачу Китаю его земель, и потерянные горы Паммира были возвращены истинному хозяину, которая стала популярной в Китае в июле 2020 года. Акцентируем ваше внимание, она была достаточно популярной. Многие люди поддержали ее. Речь в статье шла о передаче КНР 1158 квадратных километров в 2011 году в обмен на финансовую помощь. Китай не будет отказывать в предоставлении кредита или даже грантов таким странам, как Таджикистан. Он прекрасно понимает, что, получив запрашиваемую поддержку, маленькие страны автоматически становятся ему обязанными и, в свою очередь, не будут уже отказывать в оказании тех или иных услуг, которых от них захочет Китай. На первых же переговорах, посвященных этой публикации, Таджикистан и Китай выразили единое мнение о недопущении публикации подобных материалов в СМИ. Ведь на самом деле, в статье была опубликована большая цифра, чем была передана Китаю. В принципе, сама эта ситуация была достаточно спорна, и многие не спорили о передаче этих земель, что якобы Таджикистан продали и все в этом духе. А как вы относитесь к той ситуации? Ведь столько времени уже прошло, а, как видите, еще ничего не утихло. Напишите нам, пожалуйста, в комментариях. В любом случае, что-то придется отдавать взамен. Будут выдвигаться условия, которые получатель помощи обязуется выполнить. Тем более, если речь идет о финансовых средствах в таких крупных размерах. А вот какие же конкретные условия были выдвинуты Китаем при предоставлении этой помощи, скорее всего, мы никогда не узнаем. И у нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи. Продолжение следует...